всем привет сегодня в этом видео я вам покажу как я делаю посадку для орхидеек подростков малышей кто во мухе или в торфяном стаканчике в данном случае это будет вот эта орхидея варигантная в размере 2,5 2,5 это размер вот этого стаканчика в дюймах есть меньше стаканчики один из 7 дюймов есть больше есть три в данном случае два с половиной 2,5 называется размер этой орхидеи но вы видите это уже достаточно взрослое растение здесь очень много корней сорт это чейенлин вот такое цветение у нее было зимой отлично продолжает свой рост наращивает листочки и корешочки но не люблю выращивать орхидеи во мхе потому что там в этом стаканчике он туго-туго-туго набит сейчас я вам покажу да кстати я уже сказала да что это орхидея чейенлин такая вот есть красивая бирочка к ней так и куда же я буду ее пересаживать для таких малышей для наращивания корней я использую обрезанные бутылки обычно я оставлю орхидеи вот в горлышко так пробка здесь лишняя конечно же потому что обязательно нужно дренажное отверстие чтобы было вот так я его ставлю в донышко бутылки это будет как поддон вот я вам покажу примеры выращивания так орхидеи подростков вот парфюмерная фабрика честно сказать не помню название этой парфюмерки где-то затерялась но вот посмотрите да как корни растут в это это горлышко вот еще одна парфюмерная фабрика тоже я знаю это дастибель она у меня подписана во первых во вторых она у меня цвела вот есть уже срезанный цветонос и она кстати наращивает новый цветонос и вы видите да как корня очень уютно в этих стаканчиках во первых они очень прозрачные во вторых там вот это горлышко она позволяет как бы выманивать как воронка она выманивает корни не знаю как это происходит это на любую орхидею которую я ставлю на наращивание в обрезанное горлышко она просто тянет корни туда в это горлышко независимо от того вам хи растет орхидея или в торфяном стаканчике малыш или возможно просто я беру пересаживаю орхидею но она с маленькой корневой и ставлю также на наращивание корней и она также самое растет вот она кондочка тоже в размере 1,7 и вот посмотрите корни вообще суперски растут новенькие корешочки вот так вот выглядят здесь мох и керамзит плагрон и от шеи тоже вот растет корешок ну я довольна таким способом выращивания орхидеи наращивание корней конечно это не я его придумала я посмотрела на каком-то канале американском не могу сказать какой не помню честно говоря но мне очень понравилась эта идея я не применила ее к себе применить и очень довольна этой идеей делюсь с вами пожалуйста попробуйте думаю вам тоже понравится еще одна раз она здесь у меня стоит это тоже малыш этот кстати да был наверно в торфяном стаканчике это руби диамант рубиновый смотрите сколько корней посмотрите но они прям туда все ползут 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 вот так вот растет посмотрите там цветоносик вау супер я не видела вот только сейчас взяла и увидела цветонос и нас ожидает вот такое фееричное яркое цветение зимой а для красоты на заднем плане у меня сока лоуренс ароматный красавчик ну что ж давайте все таки приступим к пересадке на наращивание корней хотя здесь корней достаточно много что я делаю этот стаканчик я просто разрезаю куда мне он мне уже никуда не пригодится поэтому я его разрезаю выбрасываю посмотрите почему я вдруг задумала не пересадить вообще-то ее давно надо было пересадить во первых здесь мох очень плотно набит и мне кажется что корни не могут вот так вот дышать как в рыхлом субстрате допустим из коры или плагрона и вообще вот этот мох он уже так позеленел это не сам мог зеленеет он не растет это уже сухой мертвый мох с фауном а зеленеет это водоросли и понимаете они то эти зеленые водоросли долго не живут пока они зеленые они конечно могут давать дополнительное питание кислород для корней растений но очень скоро они почернеют и могут послужить причиной бактериальной болезни поэтому я убираю весь этот мох с корней и я хочу немножечко так знаете да черный и вот с поверхности от шеи я тоже уберу я хочу сделать такую более рыхлую посадочку от шеи я убираю почему мох потому что мох накапливает в себе соли от жесткой воды или от удобрений о посмотрите ага шубка снялась вот вам и два с половиной размер я сняла тот мох который определял орхидею как два с половиной и оказалось вот орхидея в размере 1 из 7 видите вот так вот в азиатских теплицах берут малыша из фласки сажают его вот так вот мох в размер 1 из 7 стаканчик потом он подрастает обворачивают его еще мхом и получается такой себе крепыш до большое растение вот так вот я сделала рыхлым мох на дно горлышко бутылки положила кору немножко мха сфагнума с этой посадки хорошие такое отобрала вот так теперь усаживаю корешками на этот мох и на кору и пространство которое получилось между бутылкой и корнями орхидея я засыпаю корой такой мелкой фракции потому что это все-таки подросток так чтобы она была более влагоемкая тем более что это орхидея привыкла в амхе быть более влагоемкой посадке вот так это получилось вот у нас видны корешки есть воздушные карманчики до шеи я засыпала чтобы она не болтыхалась в стаканчике держалась крепко то что растение будет крепко сидеть в горшочке или в стаканчике это залог того что она будет хорошо наращивать корни и конечно же сегодня я эту орхидею поливать не буду потому что вы видели мог был достаточно влажный корни были зеленые надо сказать что перед этим вот буквально накануне я полила ее и теперь вот возвращаем и бирочку конечно по листьям никогда не спутаюсь что это за орхидея хотя у меня есть в коллекции еще с такой же варигатной листвой орхидея сога вивьен малыш который я долго долго искала наконец-то нашла эту орхидею кстати у меня сога вивьен орхидея это была первая орхидея с которой начиналась моя коллекция как всегда я благодарю вас что вы досмотрели это видео до конца пожалуйста пишите ваши комментарии прошу вас ставьте лайки и подписывайтесь если еще не подписаны до новых встреч всем пока пока